Давай топ-3 или 5 базовых принципов. Что нужно, чтобы все кайфанулось, бустанулось и было круто? Там, короче, в этих базовых принципах очень много таких нюансов будет. Первое — это как выглядит картинка в целом, как ее привык видеть зритель. У вас вот ниша, ну вот вы на какую тему делаете YouTube? Слушай, мы для себя решили, что мы транслируем свою экспертность как продакшн. Мы рассказываем про кейсы, мы приглашаем спикеров обсудить насущные проблемы. Вот, например, Word.You у меня была. То есть мы приглашали ее, обсуждали юридические вопросы, аспекты работы продакшна. Мы знаем каких-то ребят из других ниш и обсуждаем в целом маркетинг, медиапроизводство, как это влияет на их бизнесы. То есть такая у нас просветительская экспертная миссия, на самом деле. Вот я думаю, это так правильно называется. Отписывайся. Ну, короче, если получается у тебя продакшн, то тебе в идеале… Ну, картинка… Первый пункт — это картинка. Как зрители привык видеть. Соответственно, у тебя, например, картинка — это было бы прям со съемочной площадки, когда ты вот просто типа развернулся такой и начинаешь рассказывать что-то. В идеале. Потому что когда клиент к тебе обращается, он представляет тебя как чувака, который на площадке творит нам что-то, знаешь, там куча техники, куча народу. И ты вот ходишь, про это рассказываешь. То есть быть максимально органичным. Будет тупо тебя посадить куда-то там в студию просто на фоне белой стены, где ты начнешь рассказывать. Ребята, мы все неправильно делаем. Да, мы садимся в офисе, ставим стол. Ну, это красиво, прикольно. Да, ничего там у нас нет фоном. То есть непонятно, что мы сидим в офисе продакшн. Да, надо, чтобы было понятно. То есть человек видео включил, ты еще ничего не сказал, а он уже понял, что он пришел туда, куда надо. Ассоциативный ряд такой сразу дополняем. Да, да. Второй пункт — это то, что ты говоришь. То есть, по сути, ты, скорее всего, не профессиональный спикер, не тренер по ораторскому мастерству. Ты человек, который занимается своим ремеслом, и ты его круто делаешь. Это так зажерно, да? Нет, да нет. Но это в целом просто, ну, как бы у всех же так. Я тоже не профессиональный спикер, и как бы, ну, меня посади перед камерой, я как бы, ну, херню начинаю нести. Вот. И у тебя задача просто, чтобы кто-то вытаскивал из тебя экспертность. Потому что очень тяжело смотреть, вот говорить на эту камеру, когда там нет никого, ты только смотришь, и тяжело формулировать мысли. А когда мы с тобой общаемся, я рассказываю тебе, мне просто. То есть, поэтому второе – это классная режиссура. Это именно вот делать так, чтобы человек со стороны уже на монтаже понимал, как этот ролик будет выглядеть, и чтобы он его делал интересными вопросами, которые он будет тебе задавать. Чтобы он тебя вел по структуре. Потому что если тебя не по структуре вести, тебя может унести, как эксперта вообще хер знает куда, ты непонятно, что будешь говорить, как бы все такое. В общем, качественный препродакшн. Да. Без этого никак. Нельзя просто включить камеру и начать… Третье – это аналитика. Правильная аналитика. Понимать, про что надо снимать. Потому что ты назвал темы, но часть из этих тем можно было бы убрать, потому что их не будут смотреть. Либо ты должен понимать, зачем ты снимаешь эти темы, для чего, какая задача, как бы, да. И поэтому грамотная аналитика – это реально полдела. Потому что ты можешь как бы снять какое-то супер такое интересное видео, но его никто смотреть не будет. Ты можешь вложить в производство этого видео очень много денег. Предпродакшн сделать крутой, но тема будет неинтересной. И никто смотреть не будет, поэтому в какой этом смысл. Тут получается вопрос, какие цели, задачи мы решаем, да. И не всегда это просмотр, на самом деле. То есть иногда нам нужен видос ради видоса. Да. Ну как, все правильно. Иногда видос для статуса, иногда для имиджа какого. Да, ты человека приглашаешь, например, я бы был Киркоровым, ты бы меня позвал просто, чтобы статус свой поднять, чтобы ты с Киркоровым знаком. Четко понимать, для чего каждый день из контента в принципе создается.